Добрый день, дорогие партнеры, меня зовут Наталья Сорокина, я являюсь партнером компании Global Intellect Service и у нас сегодня онлайн мероприятие, которое называется Post Promotion, после нашего мероприятия закрытой бизнес-школы для квалификации региональный менеджер и выше на острове Сицилия. Мы сегодня будем об этом разговаривать и, собственно говоря, мы уже все в чате поздоровались, чтобы сэкономить время на записи и, в общем-то говоря, забудем непосредственно поступать. И, друзья, вообще мне очень нравится формат такого мерного диалога, пообщаться с вами, потому что, конечно, я не смогу, я и другие спикеры, которые сегодня будут для вас работать, конечно, мы не сможем пересказать все 4 дня, которые там были, потому что вообще любая бизнес-школа, помимо того, что это обучение, это еще и общение, это еще и возможность повариться среди всех партнеров, пообщаться, у кого что получается, как получается, какие фишки есть и так далее. Но мы сегодня с вами сможем дать такую выжимку основных моментов, основных фишек, основных каких-то векторов, которые мы сами вынесли с этого мероприятия. Я в двух словах скажу о себе. Мне 30 лет, я живу в городе Екатеринбург, мы с мужем с Иваном вместе делаем этот бизнес и я занимаюсь профессионально уже более 9 лет партнерскими программами, созданиями дисквитерских сетей для компаний. И, в общем-то говоря, вот уже в гейме с момента основания, то есть уже полтора года, сколько этот проект существует, столько мы с мужем здесь и являемся партнерами компании. И в начале октября у нас проходило выездное мероприятие. То есть такие мероприятия у нас компания делает периодически, потому что, ну, то есть у нас есть такая традиция, да, то есть что ли, мы проводим, какие-то обучения у нас проходят в регионах, где мы живем, а какие-то обучения у нас проходят как минимум 4 раза в год, в общем, мы уезжаем за границу, мы там отдыхаем, мы там работаем, мы там общаемся, мы там обгрыживаемся, да, в плане там обгрыживаем наши мозги, обгрыживаем наши навыки, наши знания. Вот. И такая бизнес-школа, она у нас произошла в городе, на острове Сицилия. Вот. И туда могли попасть не все, это было закрытое мероприятие, туда могли попасть только партнеры, квалификация от регионального менеджера и выше, то есть от 40 циклов до неделю, единожды выполнено, и выше. И туда, к сожалению, попали не все, потому что у кого-то стриты были вопросы, у кого-то что-то не случилось, и тем не менее, да, то есть там было достаточно много людей, я так думаю, что где-то, наверное, порядка больше 100 человек было, и это был очень интересный формат бизнес-школы, то есть как это вообще все проходило. Проводили эту бизнес-школу, то есть формат был такой, что полдня мы, пока вот день, светло, солнышко, тепло, хорошо, все это время мы были предоставлены сами себе, то есть можно было отдыхать, ездить, можно было общаться, там опять же, да, и начиная с 4 часов вечера у нас проводился до вечера тренинг. То есть очень удобный формат, который позволяет одновременно и отдохнуть, поработать, а вообще на Сицилии очень красиво. Вот, ребят, поставьте, пожалуйста, плюсики мне, кто был вот на Сицилии или вот что-то подобное где-то вот в том районе, кто примерно представляет вообще, что там, как там вообще, в принципе. Что касается лично меня, то я всегда говорю, что Италия – это место моей души. Знаете, вот бывают такие места, в которых ты себя чувствуешь туристом, ты приезжаешь и вроде бы классно, вроде бы интересно, но не дома, но вот как-то вот напряженно остаешься. Вот у меня, например, такое ощущение почему-то в Эмиратах, то есть у меня, я приезжаю в Эмират, и да, там здорово, классно, но я там собранная. А вот когда я прилетаю в Италию, ну как прилетаю, уже второй раз, да, в Италии была, и, знаете, у меня с первого раза случилась с этой страной прям вот любовь с первого взгляда. С первого вздоха, наверное, какой-то я вдохнула, воздух в Италии, и лично у меня случилась любовь, потому что именно в этой стране почему-то я прям вся, знаете, вот растворяюсь, прям растворяюсь. Мне прям хочется каждый миллиметр, вот каждый миллиметр этой страны прям посмотреть, потрогать, не знаю, понюхать, как-то вот прикоснуться к нему, потому что, ну Италия – это правда страна очень красивая, там очень интересный, мне очень нравится, там, климат, мне очень нравится, там, культура, мне нравится, там, еда, знаете, там все очень вкусно. И у нас в Италии можно было поехать на, ну, мы как лидеры, как спикеры, которые работали на бизнес-школе, мы не так много не успели посмотреть, поэтому я думаю, что мы туда еще раз съездим, смотреть уже отдельно, скажем так, ну, не в бизнес-поездку, а просто съездим, но там можно было поехать на действующий вулкан Эдна, он огромный, ребят, знаете, это невероятное ощущение, когда ты выходишь вот на улицу, и ты просто видишь, что ты живешь под ножей этого вулкана, ты просто смотришь, ты понимаешь, что вот смотрели, если кто-то фильм «Помпеи», да, главная молитва, что только бы не сегодня вот он взорвался, и он, понимаете, а он еще и там, ну, каким-то образом, мне показалось, что он дымился. И у меня, как-то, знаете, такое, ну, такое ощущение интересное, ну, в душе есть. Можно гулять по старому городу Таурмини, там есть очень много, на самом деле, интересных таких, знаете, мест, даже элементарно пойти на море, и то уже приятно, уже глаза отдыхают, уже мозги как-то вот расправляются, уже становится очень хорошо, вот. И я еще раз говорю, что я, конечно, рада была, что в Италии именно провели эту бизнес-школу, вот. И, тем не менее, да, то есть у нас полдня были рабочие, и вот эти полдня у нас каждый день выступало по четыре спикера. И вот эти спикеры, они были подобраны специальным образом. Это спикеры, которые, во-первых, добились очень хороших успехов в компании, реальных, настоящих, практических успехов в компании, это раз. Во-вторых, все эти люди, я вот так вот смотрела, но получается, что все эти люди, они имеют предпринимательский опыт очень хороший, и это не к тому, что, знаете, у нас может состояться только предприниматель, нет. Но мне очень понравилось, что, то есть тот уровень, вот, контингент, тот уровень вообще вот людей, да, такой средней температуры по палате, что называется, которые присутствовали. Потому что мне понравилось, что все наши спикеры, это люди, у которых бизнес, у которых есть успехи в жизни, какие-то регалии, какие-то амбиции, это очень здорово. И они говорили о том, как сделать еще лучше, еще больше. То есть, знаете, вот мне лично, мое такое, мне очень откликнуло, что они говорили, что вот, все было плохо, и вообще, там, непонятно, как я жил, там, и так далее. Мне понравилось, что к нам приходят в компанию люди, у которых уже сейчас все хорошо, все хорошо. И они хотят, чтобы было еще лучше, поэтому они приходят в гейм, то есть они в гейме видят инструмент, как сделать еще лучше. Вот, это, ну, что касается непосредственно нашего мероприятия. И еще, знаете, какая фишка, вот лично мне, что очень откликнулась, получается, что мы же с вами все работаем, ну, в большинстве своем, каждый работает в своем регионе, правильно? То есть кто-то больше видит уральских спикеров, кто-то, например, больше видит, не знаю, там, центральную Россию, да, кто-то больше видит Казахстан. И мне понравилось, что на таких событиях такое ощущение, что ты делаешь турне, потому что выступают спикеры, хедлайнеры всех регионов, понимаете? То есть это региональная бизнес-школа, выступают хедлайнеры разных регионов. Получается, что вы за 4 дня имеете возможность, как бы, знаете, такой турне прокатиться по всему вообще ГИС, по всему СНГ, да, Россия, СНГ, вот это все. И, ну, взять для себя все самое эффективное. То есть спикер выходит, и он дает выжимку, он, что такое спикер, да, то есть он, там, 10 лет, там, чем-то занимался одним, еще там, 5 лет другим, он столько-то книжек прочитал, столько-то тренингов посмотрел, столько-то ситуаций прошел, решил, там, и так далее. И вот он выходит и говорит, ребят, мне помогает это делать вот такие вот конкретные фишки, навыки, там, моменты какие-то и так далее. И он дает это просто, знаете, вот в сухом остатке, в выжимке, то есть вы там прям в рабочем варианте. То есть он-то ведь это все тестил, он-то же к этому приходил на практике, работает, не работает, не работает, ладно, окей, там, что-то заменяем, делаем что-то следующее. А мы на этой бизнес-школе, ребят, получаем возможность реально получить уже только лишь рабочие такие, знаете, отсортированные фишки, то, что работает точно. Я вот, к сожалению, не смогу вам прям все фишки передать, потому что, ну, 4 дня для этого нужно. Секунду. 4 дня для этого нужно, и, конечно, это будет, ну, невозможно это сделать, но, тем не менее, еще раз говорю, что основные фишки мы с вами сегодня разберем. И сейчас у меня просьба выйти сюда, Ивана Сорокина, и он с вами будет разговаривать о первом нашем очень важном блоке. Я прошу прощения за мое такое состояние, просто ждать, пока я вылечусь, нет возможности, потому что я понимаю, что все вы в своих городах, вы ждете новости, вы ждете, ну, включения в работу, и поэтому я думаю, что вы меня простите, мое состояние сегодняшнее. Итак, Иван Сорокин, пожалуйста, выходи из фишки и продолжай. Всем привет. Привет. Привет, привет. Итак, друзья, еще раз привет. Из Киева. Присоединяюсь к Наталье, да? Так, Наталья нас фотографирует. А что ты хотела? Мы работаем в онлайн-индустрии. Мы фоткаемся в онлайн-индустрии, тоже дистанционно. Всем также привет от нашего партнера из Украины, Алексе. Мы тут вместе. Блин, подождите, стойте. Я на правах это. Человек, давайте вместе к кадрам. Да-да-да-да. Али, вчера меня прокатил на прекрасном электромобиле в этом городе, который не смог доехать до аэропорта. Но это все исправится на пользе индустрии, так как все постепенно растет. Друзья, полностью согласен с Натальей по поводу Сицилии, по поводу красоты этой страны, по поводу, что нужно быть на событиях, что действительно собралась, так скажем, выжимка профессионалов, кто дал хороший контент, поделился своим опытом, фишками, которые можно перекладывать на действия в будущее. Плюс, было от компании озвучено различные вещи, тот вектор, куда мы сейчас двигаемся. И я думаю, для большинства из вас тоже откликнется, что сейчас идет, ну, вот этот год, который у нас будет 2017, это год продукта. То есть поставьте плюсик, кому откликается такая идея, год продукта, чтобы у нас за этот год до, получается, июля, до 10 июля, было от 10 тысяч компаний в приложении мобильном. Окей, я смотрю, всем откликается. И это вот на стратегической сессии в Астане, в принципе, мы это приняли решение. И любые действия, в том числе по продукту, по продвижению товара и так далее, компания исходит из того, чтобы 10 тысяч компаний появилось минимум. Вот, я думаю, что многие из вас уже видели мобильное приложение GameAdmin, через которое удобно отслеживать бизнесу, то, что происходит. Причем, я рекомендую, друзья, об этом тоже говорилось, GameAdmin именно скачивать, то есть вот так оно выглядит для предпринимателей, да, все можно отслеживать, смотреть, как что работает, скачивать именно владельцем бизнеса. Причем, новости компании по продукту заключаются и в том, что сейчас дописываются различные сервисы здесь, то есть будет приходить предпринимателю на подобное приложение, кушать уведомление о том, что появился новый клиент, кушать уведомление, что прошла какая-то оплата. Я думаю, те вопросы, которые были у бизнеса по поводу, что им сотрудники говорили, что это не работает, они просто сами с собой уйдут. Потому что владелец бизнеса будет видеть, как клиенты скачивают данное приложение, ой, данную скидку в его заведении. Также есть, друзья, отличнейшая новость из продукта. Это в том, что будет доступна скоро демо-версия на сайте компании. То есть я думаю, что вы пользуетесь демо-версией, часто ее передаете. На сайте компании она будет присутствовать, и каждый сможет создать, например, продукт на день под ту компанию, в которую вы пойдете предложить данный продукт. То есть, например, пусть ресторан какой-нибудь, Киев, ресторан Киев будет называться, и я хочу им предложить продукты. Я захожу на сайт компании, регистрирую демо-версию, и туда в ходу фотографии этого ресторана из интернета нашел. Примерный маркетинг, который я вижу. И приходя в ресторан, я открываю приложение Game, обычно включаю места, и показываю, как может у этого бизнеса выглядеть решение его вопроса. Как это вижу я, как предприниматель, человек, который предлагает. Как вы считаете, друзья, это поможет вам на встречах? Я думаю, да. Плюс, я думаю, вы заметили, что пока мы были в Сицилии, за это время очень много поступило обновлений. То есть обновления, во-первых, в приложении Game просто клиентская. То есть сейчас расширяются фотографии, видно кэшбэк, появилась возможность VIP-скидок. То есть эти вопросы тоже стояли. То есть вот, например, с Алексом вчера обсуждали, что вопрос был у компании, что можно ли использовать две диспанских системы, потому что есть клиенты, у кого отдельная скидка, а, вернее, B2B сектор. То есть для оптовиков скидка есть, и скидка для розницы. И, в принципе, вопрос VIP-скидки это решает. То есть, опять же, мы можем интегрироваться благодаря этому с любой практической системой. Далее, что добавлено. Я думаю, что уже рассылка шла по чатам. То есть, вот тут столько просто новостей в голове. Более, ну, такой вид изобилити, да, то есть понятнее интерфейс, то есть идет на облегчение. Потом, что же там. А, еще хорошая новость с точки зрения продукта, друзья, пока это все в полной идеи, что появится возможность так называемых делать салис продавцов. То есть у компаний, потому что я там амбициозный план, и чтобы было 10 тысяч минимум компаний, повторюсь, и вот у кого VIP-пакеты, то есть будет, скорее всего, возможность, сейчас пока это обсуждается, еще немножко с вами поделюсь, и обратную связь от вас интересно услышать. То есть мы с вами можем нажать кнопочку салис продавец и выставить, сколько мы готовы оплатить человеку, который будет продавать программу. То есть, ну, по сути, специалист, который будет продавать продукт. То есть как это выглядит? Я делаю продавец лицензии, например, Алекс, и выставляю, что стоимость лицензии он получит 150 долларов. Алекс продает лицензию кому-то, то есть он студент, пошел продал лицензию бизнесу, и ему начисляют 150 долларов. Мне остальные 750 долларов. То есть таким образом мы с вами сможем еще и продавцов так называемых нанимать. Как вам вот эта идея, друзья? Пока это все как идея. Таким образом, вот мы можем позволить студентам либо еще людям, которые хотят зарабатывать, но у них нет возможности там стартануть, еще что-то, поработать просто в продаже. В связи с этим тоже, друзья, была идея, и она сейчас начинает реализовываться. То есть, скорее всего, будет институт, ну, так мы его назвали, институт внедрения продукта, институт обучения по продвижению продукта, по ценностям этого продукта, как все это будет работать. То есть компания планирует там это все создавать, чтобы у нас было одинаковое видение продукта, и отделы продаж можно было обучать в этих сервис-центрах компании. То есть, чтобы, ну, то есть, выводить на новый уровень. Плюс компания постоянно развивается. Я просто, честно говоря, все новинки вам сейчас не запомню. Но поставьте плюсы, кто читал вообще о новости обновлений, вот по группам я видел, что очень сильно рассылалось это все. Потому что прямо обновление одно с другим шло. И сейчас в ближайшее время еще будут обновления, друзья. Сейчас я сам зайду. Чтобы не забыть. Все, что-то сказать. Ну, в принципе, читали, тогда я не буду заходить. Вот. Потом, что еще у нас? То есть, по продукту просто, скажу вам, друзья, это просто, ну, чтобы не быть голосовым, там бомба, не бомба. То есть, действительно, компания отслеживает, что происходит. То есть, также у нас происходила коуч-сессия, опять же, по продукту в самой Сицилии. Появились топ-10 список самых клиентов, которые распространяют. Сейчас это будет, скорее всего, переделываться на то, чтобы было всех видно. То есть, с точки зрения продукта, вся обратная связь, которая идет от вас, от нас, в компанию, компания это учитывает и делает как можно лучше. Остался только один момент. Нам с вами это продвигать качественно и придавая ценность. То есть, объясняем предпринимательным, как этим пользоваться. Вот. Еще один момент. А я VIP клиент. Да, то есть. Я вам будем рад. Что? Предприниматель, помнишь, которые могут объединиться? Виктор, на уровне. Вот, VIP клиент. Добавлю еще. Я просто... А, да, тоже вот, Алекс, спасибо огромное, добавляет. То есть, будет возможность объединяться предпринимателям VIP-конгломераторов. То есть, мы, например, у меня магазин, у него, и мы можем частью предпринимателя, человек 10-15, то есть, на это тоже работает компания, объединиться, чтобы у нас действовала своя скидка между собой. Как знаете, у компании-партнеры, как это делать, то есть, компания на это все, опять же, в эту сторону работает. Ну, и в сторону изобилити. Вот, это вкратце по продукту. То есть, Наталья, вот, хотел бы вам передать слово по поводу смарт-бизнеса, потом чуть попозже поговорю. То есть, друзья, с точки зрения продукта развитие идет колоссальное, плюс сейчас обсуждается масса, опять же, идей по продвижению. Если у вас есть какая-то идея, что компания поможет за этот кратчайший срок увеличить темп продаж, то тоже можете писать в саппорт и так далее. Вот, передаю слово Наталье, и я к вам еще, присоединяюсь. У нас тоже, кстати, в Киеве что-то не чешет. А Наталья, вот, а тут шесть в холодильниках, чтобы сделать себе это. Три часы двух штук, чемодан Ивана Саракина. Хорошо, окей. Пожалуйста, выходи из эфира. Ребята, значит, и мы будем продолжать. У нас сегодня должен быть еще один спикер, но у него там случился флеш-мажор, поэтому я его тему возьму. Сама. Хорошо, что, да, хорошо, что я подготовилась к его теню, и поэтому давайте об этом поговорим. Вот, как вы уже поняли из выступления Ивана, вообще, знаете, вот что для меня, например, это очень важно, да, оказалось, вот, ну, кто-то может сказать, да ты понятна, ты там уже столько лет в этом все варишься, крутишься, ты там уже премьер компании, что тебе, чем тебе еще может, тебе и так все нравится. Но, если честно, ребят, то, например, явно такие события крупные, всегда я даю еще с такой задачей, чтобы сверить часы, чтобы понять, что компания развивается, что мы развиваемся, что мы развиваемся в одну сторону, потому что, знаете, бывает же такое, что, например, развиваешься, и вот чуть-чуть пошел в разную сторону, и на начальном уровне этого практически не чувствуется, а потом хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и в какой-то момент можно горизонт не увидеть. И меня очень радует вообще позиция нашего президента Вячеслава Украшенина, знаете, в чем? В том, что он очень сильно следит за рынком. И он сказал такую фразу, он сказал такую фразу, сейчас даже я ее записала, он сказал о том, что ему очень нравится книга, которая называется «Жизненный цикл корпораций». Автор «Этхака Визис», я уже читала одну из книг этого автора, реально очень крутой человек, вот, мне, по крайней мере, очень хорошо заходит. И там такая мысль о том, что изменения в компании это всегда хорошо, что если в компании нет никаких изменений, то это говорит о том, что компания скоро с рынком уйдет. Потому что, ну, правда, действительно, мы живем с вами в такой век, когда очень сильно время ускоряется, очень сильно ускоряются вообще темпы, да, то есть нам приходится чаще принимать какие-то важные решения, если, например, там, условно говоря, там, не знаю, допустим, взять там наших дедушек и бабушек, да, дедушек и бабушек наши, они принимали какие-то важные решения, ну, допустим, два раза в своей жизни. Два раза в своей жизни, и из них первый раз это был знаком жениться или за кого уйти замуж. То есть, а по большому счету никаких решений особо больше не было, потому что на работу люди шли по распределению, носили люди вещи, да, грубо говоря, там, мода была, то есть все надевали то, что все носили, кушали то, что все кушали, отдыхали в тех санаториях, в которых все отдыхали, то есть по большому счету из важных решений, прям таких вот жизненно важных, это, наверное, только был единственный, это у моего дедушки был переезд, и то это было больше связано с работой, и вот женить бы на бабушке. А все остальные решения, они как бы шли по накатанной. Если взять наши с вами родители, наши с вами родители за всю свою жизнь приняли, наверное, два-три ключевых решения, да, то есть это там свадьбы, женитьбы и так далее, это возможно уже на какую работу устроиться, потому что, ну, если даже так, в какой институт пойти, например, да, это работать на работе по профессии или же не по профессии, на какую работу пойти устроиться, и может быть еще, допустим, взять ипотеку или не взять ипотеку, да, ну, что-то в таком духе, то есть по большому три-четыре важных решения за всю жизнь. У нас с вами жизнь складывается таким образом, вот сейчас, в этом темпе, что мы важные решения принимаем прям каждые несколько лет, да, потому что реально жизнь меняется постоянно, постоянно выходят какие-то новые возможности, новые, не знаю, ситуации, какие-то появляются новые обстоятельства, нужно постоянно в этом всем ориентироваться. Это очень так же в мире бизнеса, а в мире бизнеса еще все быстрее происходит, потому что, посмотрите, как быстро меняется вообще за последние даже просто, ну, 15 лет даже, взять не 20, а последние 15 лет, насколько быстро изменилось вообще все вокруг. Появились сотовые, появились пейджеры, тут же умерли, появились сотовые телефоны, перешли в разряд смартфонов, там, только интернет это было наше будущее, теперь наше будущее это мобайл, да, то есть мы в телефоне все уже живем. Только выходили, помните, вот кто, есть у кого-то вот эти фотоаппараты, знаете, здоровые, вот эти вот, Nikon, там, Sony всякие, вспомните, как было круто. Вот у меня в тот момент не было фотоаппарата, и мне очень хотелось, там, знаете, то финансовых возможностей, но это еще давно было, не было, то как-то руки не доходили купить себе такой фотоаппарат. И вот мы с Иваном, наверное, года два, да, ранее назад купили фотоаппарат, ну, знаете, такой профессиональный классный фотоаппарат, и честно, я им ни разу не воспользовалась, потому что, блин, в айфоне все есть, и вот ехать куда-то, там, не знаю, в поездку, брать с собой такой здоровенный фотоаппарат, а под него же еще там сумочка есть, вот это все тащить, то есть это уже не актуально, и сегодня я уже этим не пользуюсь. И точно так же, ребят, поставьте плюсики, кто здесь со мной в чате меня слышит. Ой, слава Богу. Вот, и точно так же сегодня на рынке бизнеса очень многое меняется, и вот мне очень откликается тот факт, что наш дорогой президент Вячеслав Кушенин, он сказал о том, что он говорит, что если в компании нет изменений, это очень плохо, потому что это говорит о том, что компания не движется в ногу со временем, компания не ищет новые инструменты на рынке, и вот в рамках этого действительно то, что мы постоянно работаем над продуктом, на сегодняшний день вообще IT-технология, IT-сфера, IT-направление, это тренд. И сегодня, ребят, очень круто этим заниматься. Вы знаете, вот есть же, не знаю, такие какие-то престижные сферы, типа там Газпром, да, какой-нибудь, ну вот допустим, если у вас там знакомый говорит, ну вот допустим, встретились, не знаю, там выпускники, знаете, там школы встретились, да, спустя там 15 лет, и кто-то говорит, я работаю там инженером, кто-то говорит, я работаю менеджером, а кто-то говорит, а я работаю в Газпроме. И все-таки понимают, что у него все классно. Это не факт, что у него здесь все классно, да, но это уже тема другого разговора, но как бы существуют сферы, в которых работать изначально престижно. Так вот на сегодняшний день реально становится круто, очень престижно работать, ну вот именно с IT-продуктами, с IT-технологиями. И мне очень нравится, что компания не пляшет, знаете, как сказать, вокруг сети. То есть мне очень нравится, что именно наша компания во главу угла ставит продукт, что самое главное, что есть у нас у всех, это продукт, что самое главное, на что вообще делается акцент, это продукт. И уже вокруг продукта, продукт обрастает разными сферами. То есть, например, сеть для компании, это отдел продаж на аутсорсинге, но самое главное, это продукт, потому что если продукта не будет, то нечего будет продавать, и смысла гейма не будет, И мне очень нравится, что компания в это вкладывает деньги, что компания постоянно выкатывает нам новые обновления. Посмотрите, насколько гейм стал красивее. Просто посмотрите. Вот кто полтора года назад имел участие видеть гейм, эти три или сколько там было, четыре кнопки, это, конечно, было очень амбициозно заявлять тогда, что у нас там что-то получится, что мы будем там как-то, ну, выглядеть более серьезно. Это, конечно, было очень забавно. И то, что вот сейчас поставлена такая цель, мне очень откликнулась мысль Вячеслава на обучение. Он сказал, что, ребят, цели, они существуют для того, чтобы их достигать. То есть цели существуют не для того, чтобы себя мотивировать, не для того, чтобы их писать красиво каждый раз. И, знаете, когда приходит срок проверять, достиг ты цели или нет, ты так ее так тык-тык-тык это двигаешь. Цели существуют для того, чтобы их достигать. И у нас вот эта цель, 10 тысяч компаний, она поставлена, это реально цель. Это не красивое слово, знаете, чтобы от вас сейчас вдохновить. Это реально цель. И мы будем искать разные инструменты под это направление. Один из них, кстати, мы уже задействуем в Екатеринбурге в ноябре. Я расскажу сейчас, какой. Вернее, наверное, не сейчас, чуть попозже. И вот я хотела бы сказать, что еще раз, следующий год объявлен годом продукта, годом очень больших прорывов в нашем продукте. И одним из них будет то, что выделяется ядро. Я не очень сильно в компьютерных терминах, но суть в том, что на сегодняшний день очень круто, скажем так, двигаться быстро. И на сегодняшний день компания занимается тем, сколько сейчас компаний, сейчас порядка тысячи компаний. То есть нам надо вырасти в 10 раз за год. Это очень такая хорошая, жирная, амбициозная цель. При этом надо понимать, да, что есть какой-то отсев компаний, да, то есть по разным причинам. Кто-то не внедрил, кто-то там что-то не понял. Поэтому нам нужно эту калибровку понимать. Мы хотим, чтобы 10 тысяч именно активных компаний было. И то есть суть такая, что компания работает над тем, чтобы выделить ядро, да, из нашего, ну, нашего, грубо говоря, продукта, и чтобы любой программист, чтобы любой программист мог написать нужные расширения. О чем это говорит? Мы будем быстрее внедряться, мы будем быстрее оптимизироваться и адаптироваться под любую компанию, под любой бизнес. Вот о чем это говорит. Хорошо, моя тема это уже, что касается смарт-бизнеса. Вот вы знаете, когда наши дорогие президенты сказали о том, что мы идем в сторону смарт-бизнеса, да, вот смотрите, есть очень большая разница. На сегодняшний день на рынке есть очень много там сетевых компаний и так далее. И вот мы хотим, чтобы вы, ребят, поняли, как бы поняли общий вектор компании, нашего дорогого президента Вячеслава Мушанина, куда мы идем. Потому что мы сейчас качественно отстраиваемся от сетевого маркетинга. Не потому что сетевой маркетинг – это плохо, это замечательно. То есть у нас многие лидеры выросли в этой индустрии. Но мы сегодня, понимаете, нужно идти в ногу со временем, нужно смотреть, какие тренды сегодня на рынке наиболее продуктивно работают. И по большому счету, если мы говорим о том, что у нас главное – это именно продукт, то нам нужно по большому счету найти способ сбыта этого продукта. Вот смотрите, какие способы сбыта существуют в принципе, вот вообще, да, там, розничные, оптовые, прямые продажи, через интернет можно продавать, можно продавать через партнерскую программу, да, то есть когда делиться со своим клиентом деньгами. Можно продавать через франшизу. И вот что касается, например, смарт-бизнеса, вообще что такое смарт-бизнес? Вот если вы сейчас зайдете в Википедию и посмотрите там смарт-бизнес, там не написано ничего. И, ребята, этого не нужно бояться. По большому счету, я вам честно скажу, это понятие мы сами же и создали. То есть, понимаете, если чего-то в природе не существует, не нужно бояться этого. Вот, например, слово «селфи», да, вот когда мы фоткаемся, вот этого слова, его не существовало, его только в этом году официально, представляете, слово «селфи» стало официальным словом. Его не было. Его занесли в, как это, официальный, короче, словарь, и официально дали право этому слову на жизнь. Можете себе представить? То есть, идея такая, что мы на сегодняшний день создаем абсолютно некое явление. То есть, что такое смарт-бизнес? Смарт-бизнес, по большому счету, это бизнес, в котором у тебя есть много-много разных возможностей. Не какая-то одна конкретная, допустим, там, розницу продавать или опцию продавать, или все эти строить. А это бизнес, в котором ты можешь создавать много, ты можешь получать для себя много возможностей. Вот, и здесь это такой симбиот из франшизы, потому что что позволяет делать франшиза? Франшиза позволяет нам с вами масштабироваться. При всех прочих плюсах, я думаю, что у нас сейчас здесь не презентация, я сейчас не буду повторять о том, что там франшиза, там, это возможность, там, получить рабочую систему, сопровождение, там, и так далее. Это мы все и так все понимаем. Но, вот еще важный момент, самый главный, вот я в своих постах, в постах в Инстаграме пишу очень часто, что такая мысль, как масштабирование мне покоя не дает. Так вот, очень важная фишка франшизы на сегодняшний день – это масштабирование. Вообще, если вы заметили, ребята, у нас сегодня на рынке, именно в России, идет бум франшиз. Он начался, вообще, вот франшизы сами по себе, им уже лет 50. Я это, знаете, когда заметила, посмотрите старые фильмы, например, включите «Назад в будущее», знаете, вот «Назад в будущее» фильм. Кто знает фильм, поставьте плюсик мне, такой, «Назад в будущее» с Майклом Джейм Хоксом. Вот. Обратите внимание, там все вот эти «Бургер Кинг», «Сабвэй» и так далее, ребята, они там уже есть. Представляете? Просто мы этого не знали, к нам это только сейчас пришло, и мы, когда это смотрели в детстве, мы не отражали этого. А представляете, в половине американских фильмов старых, там, на уровне вот, там, «Терминатора» и так далее, вот эти вот старые фильмы, там все вот эти кафешки старые, они присутствуют, потому что у них бум франшизы начался раньше. До нас это все только дошло, и сегодня вообще практически все люди пытаются, ну, предприниматель большинства сегодня пытается упаковывать себя во франшизу. Буквально вчера разговаривала с владелицей, ну, с со-владелицей очень крутого в нашем городе салона красоты, и у нее есть мысль, то есть она открывает, там, у них сеть салонов по городу, и сейчас ее волнует в момент масштабирования, в момент франшизы. И, как рассказывал Вячеслав на нашем вот обучении, он говорит, даже если зайти, просто зайдите ради интереса, ребят, просто ради интереса, ради вашего развития. Зайдите, загуглите, напишите, там, «Купить франшизу». Там вот всяких франшиз. Там есть франшизы, вплоть до того, как варенье делать. То есть сегодня любая баба-клава может продавать франшизу, как она делает варенье. То есть раньше это просто называлось «Книга добрых советов» там какой-нибудь бабулечке, или там «Домашние какие-то записи кулинарные», а сейчас это называется «Мод инфо» – франшиза. Вот, там, за 30 тысяч рублей можно купить франшизу, как варенье делать. Вот, и этим, ну, безусловно, нужно пользоваться. То есть к нам вот этот бум, он идет, и, понимаете, как сказать, то есть когда дует ветер перемен, нужно строить не стены, а нужно, ну, как бы, строить паруса, нужно, ну, как бы приспосабливаться к этому. И вот поэтому на сегодняшний день такой тренд, как франшиза, это реально тренд. Именно в способе сбыта товара, потому что основная задача франшизу же люди открывают, не ради франшизы, правильно? То есть задача какая? Зарабатывать деньги, продавая, например, какой-то товар, либо какую-то услугу. И как один из способов выбирается эта франшиза, потому что у нее есть ряд преимуществ, вы об этом все знаете. Вот, а второе, да, то есть вторая часть, как бы, вот, с чем у нас Синдиоз – это партнерская программа. Вот если вы будете говорить с маркетологами, ребят, знаете, как вычислить, что маркетолог перед вами не самый опытный сидит, либо же не самый продвинутый. Если вам маркетолог говорит, надо сделать нашего клиента нашим другом, это фигня. Я вам скажу, это фигня уже, это уже устарело, это уже не актуально. Почему? Потому что нашим другом клиента надо было делать лет 5-7 назад. 5-7 лет назад сделать клиента другом, дать ему карточку, там, эту скидочную, бла-бла-бла. Вот это все было в тренде. Сегодня это не так, сегодня этого мало. Сегодня, знаете, сегодня каждый человек, ну, что такое сделать клиента нашим другом? Дать ему карточку, какие-то плюшки, там, и так далее. И сегодня у вас у всех уже полные кошельки, полные карманы этих скидочных карточек, правильно? Поэтому сегодня уже следующий этап идет. Необходимо сделать человека, клиента своим партнером. Что такое сделать партнером? Поделиться с ним частью прибыли. Это же не говорит о том, что 50% прибыли отдать. Просто дать какую-то прибыль для того, чтобы человек был заинтересован финансово в взаимодействии с теми или иным предприятием, салоном, красотой, рестораном, то есть чем угодно. Вот. И в связи с этим у нас вот этот симбиоз и получается, что у нас с одной стороны франшиза, а с другой стороны партнерская программа. И, как сказал Вячеслав Ушелин на обучении, он говорит, что на сегодняшний день смарт-бизнес – это экономическое чудо. Объясню, почему. Потому что сегодня любая компания, реально любая, даже хотя бы IT-компания, может взять нашу модель и просто по ней работать. То есть просто в нашу модель заселить свой продукт или свою услугу и просто работать, понимаете? Потому что, ну, потому что реально, ну, это так, мы сегодня ее уже разработали. Разница, конечно, как говорится, любой нас не повторит, можете не переживать, потому что еще очень важный момент – это знать много подводных камней, иметь уровень профессионализма в этой сфере и иметь команду лидеров, которые это все делают. То есть так просто это, ну, вот если я такая сегодня сижу, думаю, не создайте мне свою IT-компанию и продавайте ее методом смарт-бизнеса. Это же экономическое чудо, говорят, можете не переживать, это не так просто повторить. Потому что сегодня уже нас пытаются копировать. Я уже сегодня видела несколько компаний, в которых чуть-чуть дозаикаются про смарт, вот как бы смарт, там бизнес у вас и так далее. Но, ну, мало просто повторить слова, нужно еще суть повторить, а для этого нужно, чтобы тебя в голове. То есть, когда наши конкуренты будут приходить к этому моменту, к этому пониманию, мы уже ушли дальше. Мы в этой точке уже были, допустим, год назад, а они только дошли, для них это открытие, а мы уже ушли за этот год туда. Вот, поэтому это важно понимать. И, значит, что еще я хотела сказать сегодня про этот этап, я тут каратенечко, как говорится, как всегда подготовилась. Вот, и, значит, еще Вячеслав Ушенин говорил о том, вообще, почему компания выбрала для себя сегодня именно вот смарт-бизнес в качестве продвижения. Потому что сегодня любая компания, она стремится к оптимизации. Сегодня, знаете, вот если раньше было модно создавать полный цикл, то есть, что такое полный цикл? Например, хочешь ты, грубо говоря, там, цементом торговать? Ты создаешь завод по производству щебня, карьер, там еще, ну, то есть, как бы у тебя полный цикл производства. То есть, сегодня очень такой тренд – это оптимизация. Сегодня тренд – это создавать какие-то для себя направления на аутсорсинге. И для компании, что такое вообще сеть дистрибьюторская для компании? Это огромная саморазвивающаяся сеть быта, которая работает на аутсорсинге. То есть, у компании есть процент, который она готова платить в сеть, и, ну, то есть, компания таким образом развивается. То есть, вот об этом вот он говорил. И он говорил о том, что реальные изменения – это всегда хорошо. Это очень круто. И, знаете, еще раз повторюсь, ребята, от себя, что вот лично мне вообще самой очень откликается позиция Вячеслава Ушенина на тему того, что мы следим за трендами. Потому что пока, знаете, как говорится, там, кто-то борется за то, что он там лучший сетевик или там еще кто-то, то мы просто перешли в другую нишу. Да, мы все еще очень похожи, понимаете? Вам на встречах могут сказать, ну, и в чем разница? Вот есть MLM-индустрия, да, там, сетя маркетинга, есть ваш шмарт-бизнес. Вы просто по-другому назвались, а так тот же шарик, вид бог. На самом деле, разница большая именно в менталике, разница большая в позиционировании, разница большая в том, какие люди к нам за счет этого могут прийти. Потому что на условия франшизы, на условия именно IT-продукта и на условия, которые компания предоставляет, к нам приходят сегодня люди еще, у которых уже все хорошо, и они хотят, чтобы у них было все еще лучше. И, значит, пам-пам-пам, пам-пам-пам. Да, я, наверное, передам сейчас слово Алексу, потому что я, в принципе, уже, ну, достаточно много сказала. И Алекс Линской, это наш партнер из города Киев, из Украины. Я думаю, что он сам из себя пару слов скажет, и ему тоже есть что сказать, потому что он, в общем-то, в самом начале, как говорится, присутствовал при моменте запуска гейма. И, в общем, Алекс, будь добр, пожалуйста, выходи. Я тебя приглашаю. Так, друзья, всем привет. Давайте замерим звук, как слышно меня от 1 до 10. Напишите, пожалуйста, в чат, чтобы я точно узнал, что вы меня слышите. Всем привет. Hello, hello. Привет, привет, привет. Рад вас всех здесь видеть. У меня для вас есть 5 новостей с моей стороны, или 5 точек зрения, которых я хотел бы поделиться. Ну, давайте два слова о себе скажу. Мне 31 год, я живу в городе Киев, статус компании у меня генеральный директор, и в целом я в компанию приходил еще 2 года назад. Это был такой пробный запуск, пилотный запуск, мы щупали, смотрели, и о многих вещах мечтали. Мечтали, думали, когда появится хороший продукт, который мы сможем продавать, и фактически менять индустрию, помогать большому количеству людей. Мы делали огромное количество мозговых штурмов, и я помню очень хорошо, когда мы были еще на самых первых Дубаях, мы сидели, значит, на последнем этаже, и с Вячеславом Ушининым и всей командой обсуждали, что же можно сделать такого, чтобы компания стала работать мощно. Это касается и пакетов, это касается и самого продукта, это касается системы продвижения способов образования, физического продукта. Мы тогда только тестировали, привезли первые пробы физического продукта, и мы говорили, это подходит, это не подходит, это хорошо, это не очень, вот так вот лучше было бы сделать так. И на какой-то период времени я вышел из компании и стал выстраивать свой бренд, у меня несколько своих компаний образовательных. И в конечном итоге один мой близкий друг, он проходил у меня личный коучинг, говорит, слушай, скажи мне, пожалуйста, если бы ты сегодня делал бизнес, то с кем бы ты сотрудничал? Я говорю, сто процентов, я бы это делал с Вячеславом Ушининым, потому что я знаю его ценности, мы дружим, и я знаю изнутри, как это все состоит. Он говорит, хорошо, можешь мне сделать скайп-сессию, я говорю, да. Я их стыкую, Вячеслав рассказывает Ушинина, я тихонечко слушаю с выключенным микрофоном и понимаю, что за это время все, о чем мы мечтали и говорили тогда, абсолютно полностью реализовалось. И я решил все-таки включиться заново, за 10 дней с моим куратором Иваном Сорокином мы сделали генерального директора и дальше, собственно говоря, я попадаю в Сицилию. И вот я хочу поделиться с вами сегодня своими ощущениями по этому поводу, что я увидел, почему я туда поехал и какие новости для себя я услышал и поделюсь с вами с этим. Но у меня один вопрос, напишите мне, пожалуйста, как давно вы работаете в бизнесе, как давно вы в компании, может быть кто-то есть новичок, может быть кто-то есть один месяц, может быть кто-то один год, может кто-то 11 лет. Кто у нас сколько, напишите, пожалуйста, хочу посмотреть. Так, месяц, 45 дней, 7 дней, 5 месяцев, с самого начала, бригада, да. Два месяца, с февраля 2016 года, 5 месяцев, месяц, менее 8 месяцев, 6 месяцев, 4 день, Марина, поздравляю, отличная идея, поздравляю с принятым решением, месяц, 6 месяцев, 2 месяца, так. Ну, то есть средняя температура у нас с вами примерно полгода, да, плюс-минус, чуть больше, чуть меньше. Илья, да, здорово, здорово, благодарю за то, что поделился. Хорошо, ну, давайте тогда, что я вам хочу сказать. Я хочу вам сказать от лица человека, который был и у истока в этом плане, я одновременно с этим, можно сказать, новичок, потому что я решил, знаете, как заново убрать свой замечательный умный ум или точку зрения, мнения о том, что такое бизнес, как он работает и взглянуть под другим соусом. И 5 вещей, о которых я хочу сказать. Первое, первое, наверное, самое важное, я увидел, что компания очень сильно вкладывается в развитие. Очень многие на сегодняшний день, всевозможные предприниматели, они мечтают, они говорят, как здорово было бы развить свой бренд, как здорово было сделать бы его миллионным, как здорово было бы вкладываться, развиваться. Не у всех это получается. То, что ребятам удалось сделать за эти, грубо говоря, полтора-два года, ну, я думаю, что это не просто квантовый скачок, это мега-квантовый рост. От того момента, когда я включился повторно, уже обновился продукт дважды. Огромное количество новых фишек и нововведений, это говорит о том, что постоянно происходят изменения, развитие, рост. И мы об этом просто можем говорить на встречах, просто можем говорить предпринимателям. И это не фейк, это абсолютный факт. Это первый очень важный момент, на который я обратил внимание. Второй, я увидел, что с помощью нашего с вами продукта мы можем решить главную боль и проблему любого предпринимателя. Вот такая вот у меня точка зрения. Напишите, пожалуйста, я поделюсь своей, хочу услышать вашу. Как вы думаете, какая главная боль сегодня у предпринимателей на рынке? Любого сегмента, рынок B2C берем. Какая главная боль у предпринимателя сегодня? То есть, с чем предприниматель сталкивается и какая у него боль? О чем болит голова? Что ему важно? Что ему хочется сделать? Давайте подумаем, посмотрим, какая у вас точка зрения. Так, а что конкретно клиенты? Клиенты, 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 удержание, возвращение клиентов. Клиенты, клиенты, клиенты. Клиенты, обратная связь, удержать клиентов. Вы знаете, я занимаюсь образованием и обучаю предпринимателей уже достаточно долго и много. В сфере образования, тренерства я больше 10 лет. И хочу вам сказать одну интересную вещь. Главная боль на сегодняшний день традиционного предпринимателя – это как выстроить очередь клиентов. Если мы посмотрим на традиционный рынок, то мы увидим, что 8 из 10 предпринимателей уходят по причине того, что их ожидания не оправдались. Они думали о том, что бизнес будет работать определенным образом, приносить прибыль, но этого не происходит. Многие удерживают себя, знаете, из последних сил, в конечном итоге сливаются. Кто знает таких, поставьте плюсы, пожалуйста. И когда я взглянул заново на сам продукт, мне очень сильно хотелось посмотреть еще раз, ну, во-первых, в славу глаза обсудить это, посмотреть, как лидеры работают, посмотреть изнутри. Поэтому я полетел в Сицилию, я взял свою супругу Татьяну, мы разобрались с нашими графиками, которые очень плотные, и полетели для того, чтобы пощупать и посмотреть. И знаете, когда я сидел на самом событии, я увидел одну интересную вещь, очень важную вещь, я хочу с вами ее поделиться. Главная проблема предпринимателя – это клиента, но мы решаем даже не эту главную проблему. Да, мы даем возможность людям выстроить очередь клиентов, да, мы с ними контактируем, мы управляем нашим потоком, мы можем его формировать, мы можем его усиливать, мы можем сделать так, чтобы очередь из клиентов в мой бизнес, в сегменте B2C, выстроилась просто километровая, это абсолютный факт. Но на самом деле я увидел нечто большее, и это причина, почему я решил заниматься этим, заниматься очень плотно и включить форсаж. Знаете, если так, кто из вас когда-нибудь банкротился, напишите, пожалуйста, есть такие. Я, к примеру, банкротился в своей жизни дважды. И в 2009 году я банкротился очень качественно, я потерял дом, у нас был двухэтажный дом на берегу моря, мы жили в Одессе с женой, мы ушли в минус 50 тысяч долларов, распродали все наше имущество. Были такие, да, есть? Супер. Так вот, суть следующая, ребят. Когда предприниматель начинает бизнес, просто подумайте об этом, пожалуйста, так, чтобы, знаете, на досуге поразмышлять и своим партнерам об этом скажите. Наверняка вы начинали когда-либо традиционный бизнес, возможно. Во всяком случае, я это делал много раз, у меня было больше 10 разных компаний. И я очень хорошо помню, когда своей жене Тане, я говорю, Таня, ты знаешь, мы будем жить по-другому, мы справимся с этим и с этим и с этим, мы будем путешествовать, мы купим великолепный дом, у нас будет великолепный автомобиль, наши дети будут учиться в лучшей школе. Верь в меня, у меня точно все получится, и я беру и выстраиваю бизнес, это определенные риски, но у меня точно выйдет. Я помню, как я просыпался каждое утро и мотивировал себя, и говорил, да, сегодня тот самый день, когда я сделаю прорыв и результат, у меня все выйдет. И я начинал строить бизнес, строить, 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 когда бизнес дает трещину и банкротство. В этот момент твои отношения начинают трещать по швам, начинаются очень сильные проверки со здоровьем, начинается очень много головной боли. Я знаю огромное количество людей, которые когда банкротились, они качественно слились, они развелись в своих семьях, кто-то из них заболел. Я знаю даже людей, которые, к моему сожалению, но это факты рынка, не могу это скрывать, ушли из жизни, потому что решили, что отождествляли себя я и бизнес. Если вы помните, в 2009 году в Америке огромное количество людей так заканчивало свою жизнь фактически. Так вот, наш продукт с вами, ребята, это моя точка зрения и мое отношение к делу. Он позволяет гораздо больше, чем просто клиентов привлечь. Он помогает сохранить и приумножить любящие отношения. Он позволяет расширить границу, он разрешает путешествовать в любой точке мира, иметь деньги и об этом не задумываться. Делать то, что тебе нравится, сколько бы тебе это ни стоило, и не делать того, что тебе не нравится, сколько бы тебе за это ни предложили денег. И когда я эту вещь понял, что с помощью этого инструмента мы можем сделать других людей счастливее, богаче, успешнее. Более развитыми и я могу на это активно повлиять. Вот здесь вот у меня, знаете, у кого-то жетон проваливается, у меня провалился блин от штанги. Я понял, что это то, ради чего я готов поработать на рынке. Это то, ради чего я могу прийти к предпринимателям и сказать, слушай, я знаю, как сделать так, чтобы твоя жизнь кардинальным образом изменилась. Я дам тебе инструмент, который тебе позволит это сделать и научит тебя им пользоваться. Вот такая вот у меня точка зрения. Что скажете, как вам такая мысль, как вам такое отношение к делу? Это не просто IT-продукт, это продукт, который фактически, фактически может позволить предпринимателю и отвечать за свои слова, и не красить перед своей семьей и делать так, чтобы его мечты, желания и цели были реализованы, а не превращались в песок или в фейк. Так и есть. Рад, что вам откликается, точка зрения. Отлично, здорово. Во всяком случае, свою команду я обучаю именно этому, и именно к этому это показываю на встречах, на переговорах, на рандеву и так далее. Третье, о чем я хочу сказать, это событие, это выжимка опыта. Знаете, именно там включается скрытый ресурс. Именно там включается момент, когда ты сидишь и понимаешь, вау, вот оно. Потому что мы соприкасаемся на событиях с контекстом других людей, не только с текстом. Мы можем с вами видеть тексты, презентации, огромное количество, но когда ты с человеком встречаешься воочию, ты можешь почувствовать его энергетику, ты можешь посмотреть ему в глаза, ты можешь в трусах, на море, ногами, в воде походить и поговорить, слушая о том, как он выстраивает бизнес, и посмотреть его отношение к делу, и ты, как человек, начинаешь меняться и брать лучшее от тех лидеров или тех предпринимателей, которые собрались в одном месте. Кто был в Сицилии или был на подобных мероприятиях, замечал, что текст, возможно, ты уже слышал, но когда ты соприкасаешься с контекстом других людей, топ лидеров, выдающихся предпринимателей, вдруг ты начинаешь как личность в этот момент вырастать, и ты понимаешь, слушай, именно ради этого я сюда приехал. Ты приехал одним на события, а уехал абсолютно другим. И очень сложно сказать, что поменялось. И ты летишь в самолете, во всяком случае, так было именно со мной, и понимаешь, слушай, я вот это сделаю, вот это сделаю, вот так сделаю, вот здесь докручу. Как здорово, что вот этот сказал, а Миша тут выразился вот так, мне это очень понравилось, а у Виталика была такая точка зрения, а Нурлан вот это подчеркнул. И твое видение, твой бизнес, твой человек начинает меняться. Есть такое? Четвертое, о чем хочу вам сказать, это сообщество предпринимателей, мы с вами находимся и формируют, в котором стираются абсолютно все границы и все цели, я это увидел, когда мы стоим, кто-то из Казахстана, кто-то из России, кто-то из Украины, кто-то, значит, с Нью-Йорка, с Америки, ребята, которые приглашают меня, говорят, приезжай к нам, проведи тренинг, у нас как раз хорошая погода будет, зимой минус 50, с Якутией, да, Россия, да, с Якутией. Они говорят, не-не-не, это очень холодно, приезжай лучше в марте. В марте очень тепло, минус 20 всего лишь. И мы стоим с вами и понимаем, что стирается граница, стирается граница национальности, стирается граница какие-то, знаешь, политические и прочие вещи. Мы понимаем, что мы в этот момент формируем сообщество предпринимателей, предпринимателей, у которых есть деньги, которые могут себе позволить хорошие автомобили, у которых есть классные ценности, великолепные семьи, и мы делаем большое дело на рынке. Так вот, что вам хочу сказать. Я решил привнести сюда, как в компанию, так вообще в то дело, которым мы занимаемся, некую лепту свою и поделиться своим опытом внутри, в дальнейшем вы сможете это увидеть, когда мы вырастим это сообщество еще больше. Сообщество, в котором стираются и интеллектуальные границы, где все растут, где все развиваются, используют самые инновационные образовательные технологии. Поэтому, ребята, еще раз, четвертый пункт, которым я хочу вам сказать и поделиться, это сообщество предпринимателей, в котором люди мыслят иначе, по-другому. Ну и что самое, наверное, главное, подытожить я хочу пятым пунктом. В таких событиях расширяется зона комфорта. Зона комфорта, в котором ты понимаешь, слушай, моя следующая точка, моя следующая остановка, скажем, это Куба. А следующая остановка после Кубы – это Москва, Крокус Сити Холл. У меня есть возможность там выступить, где выступали лучшие и спикеры, и представители шоу-бизнеса. Я могу быть частью этой индустрии, я могу как раз стоять на том месте, где стояли выдающиеся личности и стать, знаете, как в один эшалон рядом с такими людьми. И в этот момент расширяется зона комфорта твоя, расширяется максимально. Когда я летел в самолете и думаю, слушай, я могу написать книгу о вот этом, я могу для своего бизнеса, для своей структуры сделать вот это, а если я сделаю вот такой-то продукт, вот это изменится. Очень здорово. Когда ты стоишь в Ватикане и смотришь на картину Леонардо да Винчи, и понимаешь, слушай, этот чувак много лет назад решил выразить какую-то идею, ты можешь прикоснуться к этому великому, и понимаешь, круто, ведь я тоже могу стать личностью тысячелетия, который создаст что-то на уровне бизнеса, и этим будут пользоваться другие люди, и мои дети будут этим гордиться. Следовательно, мой посыл вам сообщение следующее. Давайте расширим зону комфорта настолько, чтобы я уже предложил ребятам на сцене вместе посерфить на Кубе, но и при этом мы с вами могли наполнить полный зал в Москве и сделать так, чтобы наши с вами партнеры, не просто мы, а наши с вами партнеры, стали финансово независимы, создали те результаты, которые им важны, а мы с вами явились в это вкладом. Вот, собственно говоря, такое сообщение. Ну что, пожалуй, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, вам было ценно услышать мою точку зрения, мое видение, и искренне могу сказать, что дальше будет больше. У нас есть чем вас удивить, ребят. Но в процессе нашего движения будем с этим разбираться. Я благодарю вас за внимание, обнимаю. Наташа, передаю тебе слово. Да, Наташа на связи тут с чайочком в огню. Друзья, и мы уже переходим к финальной части. Я думаю, что минут за 10 мы уже управимся. Еще хотела, знаете, сказать, мне очень нравится, что Вячеслав Ушенин, он всегда оперирует какими-то, знаете, такими фактами, историями успешных людей. Историями успешных людей, какими-то автобиографиями и так далее. И мне очень откликнулось, вот он рассказывал историю создания WhatsApp, когда вот этот человек, я, к сожалению, не запомнила, как его зовут, надо, к позору, да, надо это дело исправить. В общем, суть такая, что он, то есть изначально WhatsApp существовал не в форме, как вот мы привыкли с вами сейчас, да, что это мессенджер. Изначально это была такая книга, телефонная книга, в которой можно было выставлять свой статус. То есть идея была такая, например, вы идете в спортзал, и пока вы находитесь в спортзале, вы не берете трубку. И чтобы человек не думал, что вы не берете трубку, потому что вы с ним говорить не хотите, а просто вы не берете трубку, потому что вы заняты. Вы, допустим, можете у себя в этом WhatsApp, выставить там, я в спортзале на тренировке. Вот. Да, да, все правильно. Ну вот, и, то есть логика была такая, или вы идете там в кино, пишите там, я в кино. Потом из этого родилась, родилась следующая индустрия. То есть люди начали статусами переписываться. То есть, например, допустим, взять, допустим, вот Настя Титова, да. Представьте себе, мы с вами все есть друг у друга в телефонных книжках, и я Настю хочу пригласить в кино. Я заставляю. Я иду в кино. Настя мне пишет ответ. А в какое кино? Настя пишет статус. И этот статус, он обновляется, приходит, как бы, ну, уведомление всем людям, то есть у всех людей там, ну, пеликает или что. То есть все люди узнают о том, что у Насты сменился статус. Она пишет, а в какое кино? Ну, а сообщение адресовано только мне. Я пишу там, ну, там, Дуэлянт, например. Настя мне пишет, а в какой кинотеатр? И вот так мы, знаете, там, 15 смс-ок перекидываемся при помощи статусов, потому что вроде как, ну, вот такой мессенджер, да, из статусов состоящих. Вот. И вот таким вот образом изначально сформировался WhatsApp. И, конечно, это было неудобно, потому что, мягко говоря, ты всех задалбывал. Вот. А в дальнейшем уже родилась идея сделать вот этот вот чат, да, то есть, ну, сделать мессенджер. И, то есть, именно стереть вот вообще границы в плане, там, что смс-ки там куда-то в другую страну писать дорого, чтобы можно было весь мир, чтобы был в этой общей сети. И когда вот изначально вот этот WhatsApp, он не шел, то есть, вот эти статусы, они уже, это была интересная, прикольная идея, удобная, но, удобная для первой функции, просто информировать людей, но неудобная, потому что люди начали так общаться. И вот этот человек, он хотел сдаться, он разговаривал со своим другом и говорил о том, что, возможно, он будет устраиваться обратно на работу. И тот ему говорит, ты можешь сдаться в любой момент, почему сейчас? И вот эта фраза, мне, знаете, меня прямо, она как-то так, проперла, не потому что я сдаваться собралась, а просто, это же применимо ко всему нашей жизни. Ты можешь сдаться в любой момент, почему сейчас? И вот я думаю, что, к чему я тогда хочу привязать, к тому, что когда мы с вами приходим в бизнес, у нас возникают разные моменты. То есть я понимаю, что пока вот мы здесь сидим на вебинаре и разговариваем, это одно, но когда мы разговариваем с живыми людьми, у людей существуют возражения, непонимания, какие-то свои стереотипы там и так далее. И мы с вами все живые люди, мы с этим реально сталкиваемся, и здесь важно понимать, что иногда, да, когда мы, ну мы же люди, когда там настроение упадет, мотивация, там, не знаю, погода фиговая, там солнышка нет, и тебе еще там три встречи прошли как-то так не очень хорошо, например, и ты думаешь, ну вот, наверное, в общем, что-то не клеится. И понимаете, вот в этот момент я бы хотела, чтобы была у вас эта фраза вам на вооружении. Ты можешь сдаться в любой момент. Почему именно сейчас? Это что касается таких моментов, да, мотиваций. И я бы сейчас хотела поговорить о линейке событий, которые у нас будут. Потому что я вчера занималась тем, что я планировала прям, сейчас покажу вам, что я планировала, у меня тут план Барбароса, раз листочек, два листочек, три листочек. Вот, и, то есть, вот я планировала события, которые у нас будут проходить, то есть, они у нас уже есть линейка, и я планировала свои личные передвижения, и вам, да, тоже свои передвижения уже сообщил, там, частично. Вот, и, что касается мероприятий, смотрите, ребят, у нас, в нашем бизнесе, в любом случае, мероприятие это такая, как определяющий, скажем так, ритм, знаете, как вот, как сердце, да, то есть, это определенный, ну, реально, это ритм нашего бизнеса, и наши события построены таким образом, что они разные, есть открытые, есть закрытые, есть более показательные, есть более обучающие события. И, вот, знаете, какая интересная фишка, я точно знаю, что научить человека чему бы то ни было невозможно, потому что, ну, как сказать, человек такое существо, то есть, у нас же есть как, у нас есть сознание, есть подсознание. Сознание мы можем научить каким-то простым вещам, типа, там, звонить, там, разговаривать и так далее, но успех, он заложен не только в этом. Знаете, как говорят, что процентов 80 успеха – это настрой. Процентов 80 успеха – это не то, как вы говорите, это не то, что вы говорите, насколько вы даже хорошо продукт знаете, хотя это очень важно имейте в виду, но процентов 80 успеха – это ваш настрой, а настрой – это, ребят, ваше подсознание. То есть, даже, знаете, как говорится, если вы, там, как-то мучают психологии, там, улыбнитесь 15 раз в себе в зеркало и так далее, не знаю, мнение откликается, мне кажется, это немножко, как бы, ну, такой уже тяжелый случай. Вот. И, понимаете, какая фишка? Мы можем научить, то есть, мы можем только лишь научиться сами, чему бы то ни было. А чтобы приобрести вот этот вот настрой, он приобретается через подсознание. А подсознание мы с вами можем научить через мероприятие. То есть, мы можем с вами привести свое тело сознательно, посадить его на события и при этом открыть свое подсознание. И, то есть, мы будем какие-то фишки, да, вот что сейчас Аликс говорил, что когда ты слушаешь разных спикеров, ты там от одного кусочек берешь, от другого берешь, от третьего берешь, у кого-то ты черпаешь идею и думаешь, да, действительно, я ее там еще вот так бы я добавил. То есть, у тебя возникают какие-то внутренние диалоги, и вот что очень важно, через события у тебя запускаются диалоги в правильном направлении, потому что внутренние разговоры, которые у нас с вами идут, они же далеко не всегда поддерживающие. Вот, например, допустим, вы сходили на встречу, провели встречу с вашим, например, одногруппником, а ваш одногруппник, например, ну, у нас же есть такое, да, что, ну, как бы новички проводят встречи со всеми, а ваш одногруппник, например, работает на заводе. Вот я года два назад встретила своего одноклассника, я с ним там 7 лет до одной парты сидела, и я его встретила недавно на улице. Я гуляла в парке, и там шел человек, от которого я бы, наверное, в обычном состоянии, вот если бы я его увидела, если бы это не был мой знакомый, ребят, знаете, я бы оттуда, я бы убежала, потому что это больше похоже, знаете, ну, представьте себе, человек, который работает на заводе, выглядит ужасно, видимо, он употребляет, ну, какой-то алкоголь, и, ну, уже пьяный такой, знаете, в такой, то есть я не понимаю, как вообще он меня отразил, как он меня узнал, и он мне при встрече похвастал, он говорит, о, Таха, пошли к нам, и там такая же тусовка человек 10 таких же людей, я бы, честно, я бы обошла стороной, потому что, ну, как минимум это все небезопасно выглядит, непонятно, что от этих людей ожидать, и он мне хвастался, знаете, чем, он мне рассказывал о своем достижении, что сегодня ему удалось стянуть целый литр технического спирта на работе, незаметно от начальника, он мне хвастался тем, что у него, ну, как бы, время вроде как идет, а работа стоит, работать не надо, и вот кайф же это, пришел на работу, полдня спишь, полдня бухаешь, полдня отходишь, как бы еще и полдитр спирта с тобой стащил. И вот у него это было реальное достижение, когда он меня спросил, чем ты занимаешься, это было 2 года назад, я ему сказала вкратце, он говорит, а, понятно, то есть вот так, понимаете, но мы же понимаем с вами, что люди, которые ей дают вот такие бестолковые возражения, это, как правило, люди не от большого ума делают, но тем не менее у нас с вами запускаются внутренние вот эти червячки, внутренние разговоры. А если еще и человек, ну, выглядит не так вот ужасно, когда вот мой, к сожалению, одноклассник, а если он выглядит более или менее нормально и говорит это с каким-то таким, знаете, с позиции эксперта, о, понятно, сейчас вообще все эти приложения, это все не работает, это уже все вообще. И у нас запускаются внутренние разговоры, а вдруг это правда не работает, да нет, это работает, но это работает потому, что так, а вдруг он прав, блин, а вот он на сайте негатив прочитал, вдруг это правда, да нет, да не может быть. И понимаете, у нас энергия, она начинает уходить на это. И вот за что я сама очень люблю и ценю события, за то, что у нас с вами во время событий запускаются правильные внутренние разговоры, понимаете, правильные внутренние разговоры. То есть мы начинаем вступать в диалог внутренний, вот ты слушаешь, сидишь спикера и вступаешь с ним в внутренний диалог, он что-то говорит, тебе что-то нравится, что-то ты бы там докрутил правильно, да, как Алекс сказал, что-то ты бы там еще добавил бы какие-то моменты, что-то бы ты по-другому сделал, но ты думаешь в позитивном ключе, и это очень круто. Потому что, ребят, самое важное, что вам нужно защищать вообще от всех в этом мире, это ваши мозги. Это ваши мозги, ваша мотивация. Потому что, еще раз, сопротивляться армии можно, сопротивляться идее бесполезно. Просто оберегайте ваш мозг. Вот особенное видео, здесь есть новички, которые месяц, там, два месяца, полгода в бизнесе. Ребят, это самый ответственный момент. Это знаете, как вот ребенок, который младенец, да, у которого еще нет своего иммунитета, и у него он очень подвержен любому вирусу. Любой вирус, любая поцилла может его привести к каким-то плохим последствиям, да, он может очень сильно разболеться. Так вот, точно так же новичок. Поэтому фильтруйте, и очень важно, и когда вы новичок, и когда вы не новичок, очень важно посещать события, ездить на эти события для того, чтобы, во-первых, ну, обгрэживать, прочищать свой мозг. Во-первых, прочищать эти установки, эти все внутренние разговоры. Во-вторых, обгрэживаться, потому что вы приходите с вот таким мышлением, вы ходите с вот таким мышлением. У меня это ощущение проявляется каждый раз. Вот каждый раз, когда мы общаемся с нашим составом, лидером в компании, с нашими другими президентами, вот у меня мозг каждый раз просто вот, ну, я выхожу и думаю, боже, и причем вроде бы я же это все знаю, вроде столько лет уже, да, как говорится, ворюсь в этом, но я думаю, боже. Обалдеть, я какая-то новая, и это потрясающее ощущение, когда ты испытывала, знаете, вот этот инсайд, вот это просветление, вот это вот какое-то вот принятие какого-то нового факта, это круто. Вот. И это первый момент для себя, а второй момент, ребят, на события важно не просто приехать, а на события очень важно сработать. То есть именно навык работы на события, не просто приехать, приехать может и будет дурак. Ну, как правило, ну, как бы есть энное количество людей, которые, не знаю, если даже любой дурак может приехать, и эти люди не приезжают, не знаю, как это, как их называть, обозвать, но это их личный выбор, да. Я говорю о том, что на события очень круто еще и сработать, сработать правильно. Как сработать на события, Я в ближайшее время пройду вам обучение, как это сделать прям правильно, грамотно, на что акценты сделать. Я это сделаю, скорее всего, на этой неделе, либо крайне следующее это будет обучение, обязательно, как сработать правильно, грамотно на событии, эффективно, очень важно, эффективно. А какие события у нас будут, я вам сейчас расскажу. Значит, смотрите, записывайте, 29-30 числа у нас будет бизнес-школа в Краснодаре, 29-30 октября, да, все правильно. У нас будет бизнес-школа в Краснодаре, на ней будет весь формат, вот эти все дела, вы можете все это посмотреть в официальной группе ВКонтакте, можете посмотреть, я в Инстаграм сегодня выложила все это, то есть у своих кураторов можете узнать. Но, как бы, суть в том, что в Краснодаре будут проходить мероприятия, если у вас там есть люди, пригласите сюда. Далее, значит, потом, ориентировочно со 2 по 6 число на 3 дня я появлюсь в Якутии. То есть это будет либо 2, 3, 4, либо там 3, 4, 5, мы сейчас, ребята, обсуждаем, но суть такая, что я буду находиться и в Якутии. Если у вас есть люди в радиусе Якутска, то можете туда сработать. Иван Сорокин, он вот сейчас находится в Киеве в данный момент и на следующей неделе он будет в Екатеринбурге, то есть он будет находиться здесь. Можете запланировать свои встречи, свои какие-то, ну, дела именно здесь относительно Ивана. Далее, значит, кстати, важный момент, 5-6 ноября будет бизнес-школа в Астане. То есть если у вас есть выходы на Астану, на ваших знакомых там, вы можете их туда пригласить. Везде, на каждой бизнес-школе будет присутствовать Вячеслав Кушене, наш дорогой президент. Далее, 12-13 ноября бизнес-школа будет в Екатеринбурге. Причем мы поменяем формат этой бизнес-школы, поскольку у нас есть основной приоритет, это сделать так, чтобы у нас было к концу, ну, получается, к лету 2017 года в компании в целом было более 10 тысяч активных компаний. То мы будем уже работать, начинать на это непосредственно сейчас. И в Екатеринбурге формат будет не совсем обычный. То есть в Екатеринбург приезжает к нам Булат, это наш технический директор, к нам приезжает Вячеслав Кушене, наш президент дорогой. И что мы будем делать? Мы сделаем первую часть первого дня полностью открытую. Это не будет презентация, знаете, как что, ну, то есть с нуля, то есть приглашайте всех подряд. Нет. Это будет открытая встреча с президентом компании. И формат будет такой, что можно будет приглашать предпринимателей. И начнется все с того, что прямо Вячеслав Кушенен, он расскажет вообще идею, свое видение компании, как свое видение продукта, как это вообще все используется, применяется, какое будущее там и так далее. Далее будет выступать технический директор, это Булат Имамов, и он будет рассказывать о технических новшествах, нововведениях, что делать там, преимущества и так далее. И вот наша первая часть первого дня, она будет абсолютно вот такая, она будет в открытом формате, еще раз, да, и она будет именно в формате общения с предпринимателями. Это будет полезно всем, то есть если у вас нет своего бизнеса или у вашего друга, например, вы его хотите рекрутировать в бизнес, и у него нет своего бизнеса, не вопрос приглашайте, потому что видение компании, видение президента, это полезно знать абсолютно всем. Но если у вас есть предприниматель в окружении, который, например, по поводу бизнеса, либо вообще ничего не знает, либо, допустим, он пока не готов рассматривать франшизу как вариант, а его интересует только продукт, то вы можете его пригласить, и таким образом вы можете увеличить. То есть мы хотим создать зам на 600 человек, в Екатеринбурге будет бизнес-школа на 600 человек. В этом вы можете подумать, какая доля вашего участия, а, соответственно, вашей выгоды будет от этого. И вторая половина первого дня, она будет для партнеров, естественно, и второй день он будет закрытый для партнеров на ВИК-пакетах, и потом для партнеров на всех пакетах. Значит, далее, 19-20 ноября будет бизнес-школа в Новосибирске, точно так же с участием президента, и, значит, 26-27 ноября будет бизнес-школа в Москве. То есть мы с вами сейчас все дружно, да, занимаемся, поставьте плюсики, кто 12-го, 13-го в Екатеринбурге. Индия, поставьте плюсики, кто здесь со мной, пожалуйста. Все, вижу, значит, вам меня слышно, это радует. То есть, смотрите, вот у нас сейчас будет такой очень хороший разгон, потому что у нас до, по-моему, 3-го декабря существует промоушен. Промоушен – это возможность поехать за счет компании полностью, получить путевку на двоих на Кубу. Для того, чтобы туда попасть, необходимо сделать либо 500 циклов этой квалификации генерального председателя совета директоров ВСД один раз, либо же сделать международного директора, это 300 циклов, два раза, вот, и можем туда поехать. Соответственно, смотрите, ребят, у нас серия школ, прям серия школ. Еще раз, я сейчас не буду останавливаться на этом подробно, как сработать, потому что это отдельный вебинар часовой я проведу. Вот, но суть такая, что бизнес-школа, ребят, это всегда возможность, еще раз, правильно, прочистить свои мозги, потому что вы нацепляете, знаете, вот есть такая фраза, все хорошее растет под усилиями, а все плохое вырастает само собой. Это так же, как, например, если вы приходите в огород, все культурные сорта, там, фруктов, овощей, ягод и так далее растут под усилиями. А вся фигня, вот, все сорняки вырастут сами собой. Если вы месяц не появляетесь на клубнике, у вас на клубнике вот посюду уже начинаются эти всякие сорняки, клубники не видно. И в итоге самое плохое, клубника, не то, что у вас там работы больше, потому что сорняки надо выдержать, а сорняки мешают клубнике вырастить хорошие ягоды, и у вас там ягоды вот такие маленькие, и их мало, правильно? То же самое происходит с головой. Если вы долго не появляетесь на каком-событии, себя никуда не вывозите, то у вас сорняки вот такие, правильные мысли вот такие, и у них нет возможности для развития. Поэтому еще раз, это прочистить мозги сами собственный раз, настроить правильные внутренние разговоры. Два, вывести туда своих партнеров, чтобы с ними тот же самый эффект получить, и естественно увеличить ваш статус, вашу квалификацию, количество активных партнеров в вашей команде, количество предпринимателей, клиентов. То есть вот это все можно будет сделать через события. И еще плюсом ко всему поехать на клубу, на клубу, между прочим говоря, да, то есть для, ну, в наше турне. И еще я хотела сказать еще об одном моменте, это то, что у нас очень скоро будут итоги года. Ребят, вот итоги года, это культовое событие, я бы так сказала. То есть это, знаете, такое мерило. То есть вот есть же, например, не знаю, там, Новый год, есть же, например, там, не знаю, ну, здесь какое-то такое событие обнуляющее, уже такое Новый год. Новый год это ведь не только повод много покушать, да, ночью. Новый год это определенный такой обнуление всего предыдущего, и мы входим в новый этап. Это определенная мерило. Так вот, итоги года, ребят, это точно такая же, точно такая же тема. То есть итоги года это мероприятие, на котором оно открытое. Туда может приехать абсолютно любой человек, даже не будучи партнером. Очень скоро появятся билеты у вас в бэк-офисах. Билеты будут на 1 ID 5 штук, не больше. Я бы рекомендовала вам, ребят, сразу приобретать по 5 штук. Объясню, почему. Потому что, ну, у нас есть ноябрь, ну, как бы октябрь кусочек, да, вот еще идет. У нас есть ноябрь, у нас есть декабрь, и у нас есть январь. Потому что у нас это мероприятие будет либо 12-го, либо 19-го февраля. То есть у нас с вами есть 3,5 месяца на то, что вы... Ну, как вы считаете, поставьте плюсик, кто считает, что если вот купить 5 билетов, 5 билетов на свой ID номер, сразу же их выкупить, то за 3,5 месяца реально 4 билета продать. То есть я 1 беру себе и 4 реально продать. Поставьте плюсики, кто считает, что это, в принципе, реальная тема. Безусловно, я точно так же считаю, что это реальная тема. Мероприятие будет проходить в Москве, в шикарном, очень крутом зале, в Rockless City Hall, вот об этом уже Алекс говорил. И представьте себе, ребят, там будет 200 мест. Ой, 200. Дай бог. Там будет 2000 мест. Чтобы вы понимали, вот в Астане, когда мы ездили, да, на годовщину компании летом, было 1350 мест. И за примерно недели 3, даже за месяц, у нас уже билетов не было. Уже там, знаете, какие-то крохи выцыганивали потихонечку и перепродавали, перепродавали билеты. Здесь билетов будет 2000. И, соответственно, чтобы вы понимали, казахи не дремлют. Чтобы вы понимали, только одни казахи, это могут быть там полторы тысячи совершенно спокойно. У нас большая страна наша, дорогая Россия. Поэтому, как только стартанет продажа билетов, вы об этом сразу все узнаете. Ребят, я вам готов, я вот просто, я вам рекомендую уже сейчас приготовить деньги. То есть можно будет купить за внутрянку. Я вам рекомендую уже сейчас откладывать эту внутрянку, отложить эти деньги для того, чтобы сразу купить себе 5 билетов. Потому что иначе потом их просто не будет. Их реально не будет. 2000 билетов, это реально, это даже не весь Казахстан выйдет, понимаете? Поэтому, да, Казахам нужно, но даже если они один билет сделают на один аккаунт, даже полбилета на один аккаунт, я думаю, что, знаете, Казахов будет много. Слава Богу, я очень это ценю, я очень люблю, очень уважаю наших дорогих Казахов. Я сейчас просто говорю о том, что нам с вами нужно очень-очень хорошо сработать, чтобы не только Казахи приехали, а еще и Россия наша дорогая приехала. Вот, поэтому цена билета будет в пределах 5000 рублей, чтобы вы понимали, да, то есть это качественно, реально очень крутое событие, очень крутое событие. И на этом событии что будет? На этом событии будут давать, опять же, свое обучение, свое видение наш президент Вячеслав Кушенин. На этом событии мы сможем узнать все технические штуки. На этом событии, уже сейчас я знаю, что приготовили нам потрясающие сюрпризы, мы об этом разговаривали на Сицилии. И там будут обалденные инструменты для увеличения и продаж, и подписаний, и все, это все будет там, понимаете? И самое главное, это вот эта энергетика, потому что, да, если вот есть у вас люди, которые, например, ходят, знаете, такие вот, есть сильные люди, которых не может торкнуть даже бизнес-школа, которая проводится регионально, вот, но не торкает его. То, вы знаете, может торкнуть его тем событием, потому что там будет энергетика просто, представляете, 2000 человек, 2000 человек, которые просто, это же целый стадион. Которые просто заряжены на успех. И более того, и, ребят, еще важный момент, об этом мы тоже поговорим отдельно на вебинаре, но сейчас заикнусь, позволю себе заикнуться, что на этом событии будет награждение партнеров. Там будет регион года, продажи года, там будут различные номинации, различные, там, эти, как они, не квалификации. Ну, да, номинации. Чтобы вы понимали, да, что есть время не просто приехать на это событие, и не просто приехать туда со своими людьми, а приехать туда в каком-то хорошем статусе, чтобы вас и ваших людей, и людей ваших людей пригласили на сцену, официально поздравили, чтобы они получили это признание. И, то есть, знаете, это реально, это будет кайфово. Представьте себе просто, вы старались, вы сейчас, например, да, там, 3,5 месяца отложили все свои дела, реально там, прям, знаете, прям работали, прям, может быть, даже ущерб каким-то личным интересам. Но, представьте себе, вы выходите на сцену, вам 2 тысячи человек аплодируют. 2 тысячи человек ваших единомышленников, которые понимают уровень, скажем так, ну, уровень ваших трудозатрат, которые не просто хлопают, потому что им сказали, хлопаете, а они реально понимают, что такое ваше достижение, чего это вам стоило, они вам, прям, знаете, вот, прям вот со всей сопричастностью вам реально аплодируют, потому что они гордятся вами. 2 тысячи человек. Можете себе представить, как это будет круто? Это будет очень круто. И это еще и возможность, кстати, одетьте вообще красивую одежду, вот, для девочек, да, особенно это актуально, нарядиться, одеться красиво, причесаться, макияж. Ну, куда мы в обычной жизни, там, уже нет такой возможности, там, прям, ходить куда-то, да, на какие-то мероприятия, прям, каждый раз. Это будет обалденное мероприятие. В общем, я всем очень сильно рекомендую, конечно, ну, быть. И, опять же, да, то есть у кого-то в голове может родиться мысль, ну, я попозже куплю билеты, да ладно, что там, билеты будут. Или там, да ладно, не съезжу, в следующий раз поеду. Ребят, еще раз, цели существуют не для того, чтобы их там как-то поставить и смотреть на них. Цели существуют только лишь для того, чтобы их достигать. Только лишь для этого. На этом я буду заканчивать. Еще раз хочу поблагодарить наших сегодняшних спикеров, это Иван, это Алекс. Спасибо вам большое за то, что вы поделились своими эмоциями, своим видением, своим пониманием, своими фишками какими-то, да, находками. Иван, я думаю, что тебе стоит выйти еще раз в эфир, если ты сейчас вот у компьютера, было бы это очень неплохо. Вот, и я со своей стороны хочу сказать вам, ребят, что, знаете, вот сейчас такое время турбулентное, когда появляются новые форматы бизнеса, появляются новые форматы продукта, появляются, черт возьми, новые слова. Да, вчера этого слова сэлфи не было официально, в словаре сегодня оно есть. Вчера слова смарт-бизнес не было, завтра оно появится, понимаете. И вы можете быть либо тем человеком, который будет говорить, я был сопричастен к тому, чтобы, ну, чтобы это слово появилось. Я был сопричастен к тому, чтобы такое явление, как смарт-бизнес вообще появилось. Да, я один из тех людей, кто еще и заработал на этом до кучи, понимаете. А можно просто говорить, ну, да, я вот слышал об этом тоже, ну, вот я каким-то образом там профукал этот момент. Поэтому, ребят, Иван, ты здесь, не здесь. Сейчас я буквально пару слов скажу. Поэтому, ребят, я от себя хочу вам сказать, не профукать момент. Не профукать, потому что всегда есть какие-то дела, косяки, какие-то ситуации и так далее. Но, понимаете, момент, когда формируется целая новая индустрия, когда мы, по сути, попали в тот момент, когда мы около истоков стоим, ну, такой момент реально не часто появляется. Вот, я вам желаю именно сработать. Не просто дотащить себя, присутствовать, я вам желаю именно сработать качественно, эффективно, чтобы это принесло вам большое количество удовольствия, эмоций, денег, что очень важно, отличных, очень крутых партнеров в вашу команду, которые будут сильнее вас и будут развивать вас. То есть, вы еще будете бежать за своими партнерами для того, чтобы, ну, то есть, знаете, как говорится, соответствовать уровню. В общем-то говоря, я передаю слово Ивану и Алексу. И на этом я с вами прощаюсь. Я вас очень-очень-очень люблю, обнимаю и увидимся сами еще дальше. Пока. Пока-пока. Спасибо еще раз огромное Наталье Сорокиной. Прям вот молодец. Хорошо донесла информацию. Ребята, я полностью соглашусь с Алексом и с Натальей. То есть, информация была полезная. Сейчас нам остается только ее реализовывать. У нас есть план мероприятий. У вас, я думаю, есть план квалификаций, чеков, которые вы хотите зарабатывать. Так что давайте использовать все инструменты бизнеса, которые есть. Потому что и компания, и лидеры делают очень много. Осталось и нам только с этим зарабатывать. И быть на итогах года, быть на всех мероприятиях, которые будут, и не одному. Да, и наша главная задача донести это сообщение до каждого партнера. И донести не просто до его ума, а до сердца. Так, чтобы это стало частью нас с вами. Мы взяли Стали в один марафон и за несколько месяцев сделали квантовый рост в этой индустрии, в своем кошельке и в сознании других людей. Вот такая вот задача у нас с вами. Ну все, друзья, на этом вебинар тогда завершаем. Тоже был рад с вами увидеться хотя бы через вебинар из Киева. Так что, друзья, до новых встреч. Давайте и до новых квалификаций. Всем пока-пока. Обнимаем. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok